итак господа это youtube канал большая шишка шоу я наконец определился с компонентами для компьютера вот смотрите соответственно первое что будет куплено вот после этого корпус блок питания уже есть это будет оперативная память она будет или красного или белого цвета 8 гигабайт два модуля именно частотой в 2400 в чем прикол вот должны быть радиаторы хотя там много без радиатора без этих но во первых крашеные в красные радиаторы это автоматически мощнее компьютер становится 100 раз вот или в белый крашеный радиатор и все равно 100 раз становится мощнее комп так что надо брать что-то такое короче выбрать да а частота 2400 просто потому что это наиболее совместимая частота со всеми процессорами вот как intel так и и поддерживают того 2666 уже не только md поддерживает недорогих процессорах за адекватную цену что хотят наживаться на тех кто доверяет этой частоте а на самом деле над делить на 2 до то есть эффективная частота в два раза меньше любая программа по тестированию покажет частоту в два раза меньше реальный эффективный пушит ddr память все таки ddr видите написано ddr вот эффективные два раза ниже на самом деле а это такая опорная блин частота несущие опорные шибкая разбираюсь короче на реальная в два раза ниже всегда и тут уже все равно будет 3000 или две сто тридцать три допустим потому что вот две четыреста и давайте читаем половину это будет 1200 а от 3000 читаем половину это будет 1500 вот и разница практически тут минимальная вот поэтому я не заморачиваюсь этой памятью главное чтобы подходила и пофиг короче до 8 гигабайт и по две планки нет хорошо будет 16 это будет вообще нормально больше мне не нужно я не думаю что мне больше нужно вот все-таки в игрушки хочется поиграть который я пропустил вот в то время пока у меня не было четырехъядерного процессора я пропустил много игрушек начиная даже с гташечки 4 еще вот gta 4 когда она вышла в тысячи восьмой год кажись вот тогда конечно говно но посмотрим может понравится вот хотя мне ни одна игра серии gta не нравилось но конечно взрывать там от полиции бегать gta сандряс я очень нравилась но это школьное увлечение сейчас бы я не хотел такой вот но вы поняли короче частотой 2400 чтобы совместим был со всеми процессорами короче вот пуш то intel больше не поддерживает гарантия офигеть какая длинная но оперативка не ломается никогда вот чем скажу и поэтому они бы могли хоть миллион отдавать бесполезно короче если влага никакая не попадает то не задыхает оперативка никогда никакая не важно с гребнями она или без гребней это вообще топа декорация на самом деле эти гребни вот кстати рассчитано что это будет бокс бокс не бокс этот кит то есть до 2 планки на и даже вон видите там под вторую есть место но не положено просто вот я найду где положено и куплю собственно вот так даже упаковку на отдельную планку с гребнями не делаю представляете дешевле так упаковка тут не важно пушу за вот эту память для 4 и так переплата дофига давайте к следующему короче следующий объект нашей сборки а следующий объект нашей сборки это вот такая вот материнка бэш б 360 короче вот притом исключительно от микростара не хочу вот экономить в этот раз микростара куплю вот хотя там чертовщина с в избе выходами я думал только на микростаре нет на других платах еще меньше тут хотя бы видите 4 есть а на других планах ну 5555 вот видите 5 избе выхода тут есть и один ненормальный короче вообще ненормальный какой-то я думал что не так здесь что вот я посмотрел другие платы то вообще только вот эти вот есть все четыре штуки так что это наиболее веселого из b360 это наиболее веселые воды как-то она мне по внешнему виду очень нравится эта плата тут закреплена вот и вот это вот слот бронированными были вообще 4 слота под оперативку это очень хорошо это может пригодиться пусть и есть шанса и шанс что не будет хватать 16 гигабайт когда-нибудь но тогда скорее процессор уже не будет хватать того которого я хочу оплата такая вот необычным видите ну и что что она коричневая вы смотрите что она необычная такая ведь все как на ней по особому распаяна мне это очень нравится вот и м2 и здесь прямо тут слот м2 под видеокартой вот это очень хорошо то есть охлаждать его будет видеокарта вот это замечательно но не знаю м2 диски они помню дофига эти стоят и ссдшники которые в м2 стыкаются вот просто дофига не стоит пока еще хотя в общем то не отличаются ничем особо от тех что пассата там включаются вот но поглядим поглядим короче вот это дорогой вариант достаточно это материнки вот дорогой но лучше не экономить лучше не экономить все-таки взять дорогой вариант и пусть будет хорошо лучше вот потому что есть дешевые варианты там гораздо хуже вот эти вот конденсатора другие вот эти вот все все чуть похуже и мне это не нравится вот а тут вот все просто убойной надежности должно быть просто дизайн конечно не очень коричневый цвет не очень но зато все здесь убойной надежности вот инфа сто процентов вот такая вот коробченка у нее классная вот кто скажет плохая это обманываете себя так короче поддержат все процессоры восьмого поколения поэтому я не беру 9 я беру 8 только если я материнку беру под 8 я не ставлю до процессор от девятого поколения обновив но это самый блин а этот блин самый биус короче пошел где его обновлять там что-то надо делать потом не полная совместимость будет ничего такого не хочу вот все правильно а почему не интел собираю не интел собственно не амд блин почему не амд и вот чё скажу потому что все таки некоторое время будем без видеокарты неплохо чтобы была встроенная графика хотя бы какая нибудь вот потому что 710 новый компьютер ставить это позор она уже не тянет она уже вот как-то плохо работает вот хотя пишет видео она вот это наверное надеюсь отлично все таки тут ничего пока не лагает я этот аваст удалил нафиг вот и все хорошо стало смотрите то есть соответственно 8 поколение все до 2 600 да но это под ай 5 короче сделано пуша там ай 5 они дорогие блин такие по 20 тысяч нафиг короче вот все тут есть все тут есть тут ничего не удешевле но все тут есть вот sat m2 вот даже ps2 не знаю зачем это надо для древних клавиатур вот вот это правда не понятно зачем непонятно тип c вот это то и зря убили один слот на вот непонятно хрень вот это не совсем понятно вот даже в га выход офигеть но в целом все тут классно все тут классно и отлично вот что вам скажу хорошо материнка так что давайте дальше материнка вы поняли это отличная материнка далее у нас идет процессор и тут следует объяснить почему именно так почему и 3 они ай 5 вот за ту же цена то есть за 10000 есть ай 5 который называется там 9100 как-то так там то есть 9100 fk что-то такое да короче он с бракованным видеоядром у бракованного вот этого и пятого девятого поколения у него частота 2 и 9 гигагерц то есть до игр он не подходит но ай 5 то есть он дерьмовый ай 5 то а вот это вот самый дорогой самый крутой ай 3 вот из полноценных всяких бракованных видеоядер включенных вот аж смотрите сюда распада почему сюда потому что тут смотрите 4 гигагерца по гигагерца при четырех ядрах это дофига вот тут меньше кеш памяти но и меньше ядер конечно так что не заморачиваемся на просмотр кеш памяти и это все полнейшая фигня вот тепловыделение у него не слабое потому что 4 гигагерца это хороший процессор это не ай 5 вот этот новый девятого поколения который вообще-то без чистоты чистота у него как как моего целерона да тут то есть этот процессор потенциального на этот дерьмовые 5 и он возможно и обгоняет при том предыдущего поколения вот в мире нвидии то же самое с архитектурой паскаль которая быстрее этого новомодного тьюринга да вот даже в топе короче она быстрее например по пропускной способности представляете то есть 10 серии обгоняет 20-ю нвидии по некоторым параметрам не по всем не по всем по некоторым параметрам обгоняет представляете вот и тут так же тут короче хороший отличный ай 3 вот он лучше дерьмового самого дешевого браку от бракованного ай 5 вот вот смотрите на смотрите на смотрите на вот и его и вот смотрите вот у intel всегда так заблокировать про частоту вот не было причины блоки блокировать но заблокировали заблокировали все это мне не нравится на и объем заблокировали еще поддерживаемый объем заблокировали казалось бы нет причина там 128 гигабайт вот здесь и здесь вот например 2 600 сделать хотя бы 2 800 или 3000 даже нет заблокировали все это искусственная блокировка короче прошивкой и мне это очень не нравится а почему ом версии да вот сейчас мы и покажем почему им версии есть причина ом версии у нас потому что будет вот такой вот огромный крутой кулер а там дерьмовый интелский обычный просто он очень тонкий низкий вот это смысл здоровая бандура она чего угодно охладить здоровая бандура дорогая здоровая я не доверяю теплотрубка поэтому для меня вот этот кулер лучше всего вот то есть он такой здоровый огромный что-то такое щупал да под а он с какого-то и 5 вот был подобный кулер у меня в руках да огромный действительно здоровый вот он в два раза выше по интелского или даже в три то есть вот тут вот обрезанного было ремене в три раза меньше было бы на дефолт на менталском кулере боксом так что боксовый я не рассматриваю вот вот этот вот это вообще классные такой вот видел он было пересаживаться и 5 на и 7 или наоборот со 7 на и 5 короче вот первых поколений не пересаживал вот я прям удивился какой огромный кулер вот поэтому хочу такой же хочу такой же а трубкам не доверяю трубка может сдохнуть любой момент а вот алюминиевый радиатор который к тому же обдувает во все стороны материнскую плату и охлаждает там конденсаторы и прочие компоненты материнской платы это самое то то есть кулер он должен обдувать и не только процессорную материнскую плату и все компоненты то есть и даже оперативную память за гребни задевать собственно а вы что думали вот мне кажется так а боксовые вот этой башни вот это не может нифига а боксовые не тянет такую мощность а тут даже есть видите запас 130 ватт вот 130 ватт даже запас есть всегда берите с небольшим запасом охлаждение будет у вас просто тише если будет охлаждение запасом будет только тише эффективнее не будет быстрее не будет ничего просто будет тише вот что я могу сказать потому что не будет особо разогреваться на не будет притык и не будет особо разогреваться значит вообще вот это респект этому кулеру смесь какая здоровая коробка классная вообще прям хочется прям прям с экрана выходит и себе взять и так последнее к чему мы приходим и последнее это видеокарта gtx 1650 опять от микростара все-таки хочу компьютер полностью от микростара собрать вот хотя плевался в них недавно вообще говорил что они говно но они конечно говно и ну ладно я рискну еще разок мне просто нравится все чтобы одной фирмы было короче вот смотрите почему 1650 то что это тоже тоже тюринг короче да что 2080 ты ваш но при этом без этих вот rtx ненужных то есть там rtx на самом деле поддерживается в этой хрени вот представляете но просто все заблокировано просто прошивка опять заблокировали все короче rtx вот это все фичи то есть вот то же самое сделали то же самый чип ставили то есть тот же самый все то же самое только rtx вот этот функционал заблокирован но он ненужный поскольку есть его три игры которые его поддерживают и в двух двух из них он необязателен то есть только один вот этот вот древний несчастный как его quake 2 требует этого rtx именно вот вот представляете какие дела без него не запускается все остальное так работает так что rtx пока не нужен вот еще могу сказать 1650 это будет офигенная карта офигенный для меня я без глажива не играю без всего без всякой хрени вот для меня это будет отлично вот вообще просто выше крыша производительность будет мне будет достаточно вот как и процессора пуш у меня не было еще четырехъядерного процессора и у меня не было даже близко вот карты вот игровой которая бы игровой индекс имела современное время после 2012 года то есть карты которые у меня были все они считались не игровыми даже в ноутбуках во всех это все все это хрени считались не игровыми вот то есть это первая игровая карта которую я беру за длительное время вот и и первые четырехъядерный процессор так что я был полностью удовлетворен даже более чем но то что сделано все дешево вот это вентилятор это пластика открыть дешевая тут но не страшно да пуш то вот видите так какой зато радиатор под ним конечно вот это все и кулерайте и все такое прочее выглядит очень ненадежно как будто уже отварится прям прям вот сейчас прям прям вот просто при первом запуске все эти кулера поразлетаются пластик отвалится но но бывает но как так может ну да ладно на производительность это система охлаждения не не скажется в общем то будет охлаждать и так короче но очень дешево короче очень дешево пахнет ненадежностью прямой вот но будет работать и пофигу вообще да все разъемы есть кроме вга данного га вообще не подключается пошел карта полностью цифровой выход имеет вот в современные карты даже через переходник в га не подключается говоря через hdmi короче как-то там есть какие-то конвекторы короче активные вот они кто изображение переформатируют на это какой-то костыль полный вот только так тут в отличие от 10 50 все версии с четырьмя гигабайтами памяти вот в том-то и смысл отобрать да и современная архитектура современная архитектура и драйвера под линукс поэтому имеет смысл смысл отобрать а в десятке не так в десятке нет драйверов под линукс потому что ну а md там начала фигачить на 10 10 серии не успели короче они начали там фигачить что типа а линукс совместимая видеокарта да и все стали не фигели короче дайте пуша не драйвера поганые писали для этого линукс она вообще не хотели поддерживать вот свои видеокарточки да под линукс да но они увидали что там md перед перетягивает да и надо это самое грохнуть вот то что она дороже 560 и даже 570 карты вот и при этом нет нее но хочется мне так хочется купить да потому что она всего потребляет 75 ватт хочется мне ее купить вот она мне будет достаточно хотя я мог взять мощнее но 570 вообще нигде не найти вот а в россии еще на нее наценка короче 4000 так что тут на этом сайте даже бесполезно смотреть она будет дороже хотя во всем мире в любой стране она дешевле вот этой вот карты и мощнее но за мощностью мы не гонимся мы хотим светящийся вот эту хрень чтобы сбоку было вот ну возможно нет но прикольно чтобы тут будет светящийся хрень зеленая вот главное чтобы она не сильно мешала то ее заклею потом клеющей лентой вот чем скажу ну по характеристикам чё надо вот чё надо и вот что надо и это все друг на друга множится и получается что 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 пропускная способность памяти 120 гигабайт у меня такого тоже не было у меня максимальная видеокарта что было она вроде 30 30 гигабайт пропускала на через себе а тут получается 120 по моему 140 800 герц это 140 уже короче это действительно по сравнению с моими вот этими затычками вот этой затычкой 710 что я сейчас сижу там еще 10 гигабайт скоро 10 гигабайт или 10 или 14 пропускная способность ну даже ниже чем у интелской интелской стройке а тут будет 140 гигабайт это офигеть это 10 раз в 10 раз мощнее будет вот и под не потребуется дополнительное питание что тоже хорошо мне это прям вообще нравится когда не надо ничего включать к видеокарте когда она от материнки питается это вообще класс ну да ладно короче все мы просмотрели все мы обсудили переобсудили давайте пишите комментарии если хотите не хотите не пишите вот вот поддержка линукса это лайк наконец-то но это благодаря мд который стал линукс поддерживать да и стал перетягивать народ на красные карты для это самый для линукс пользователей потому что в виде никакая поддержка была и все стали перебегать да а там короче рассказали короче всем как эти карты работают да и позволили то есть свободному сообществу написать отличные драйвера для них и теперь радуоны даже время все в топе потому что они идеально там работает прямо с коробки а вот эта хрень с драйверами может даже ключить в общем то даже с драйверами а там вообще все отладили просто идеально так что придется несмотря на вот это то что они пишут поддержка им еще нагонять вот париноксовой поддержки вот вот так вот ладно короче все тушите свет все сказал какой компьютер будет вы представляете вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует...